Добрый день! Вот и прошел год, как один день. Помните, год назад я ходил здесь по полю, здесь не было ничего, были только одни мечты, ну и как-то какие-то перспективы. Год еще был не этот тяжелый, который сейчас. Вот он завершается и прошел год нашей стройки. Что мы сделали за этот год? Мы построили дом, мы сделали благоустройство, мы развели все коммуникации, мы построили гараж. К сожалению зима не видно, самое основное мы сделали под землей. Мы развели все коммуникации, отлили дороги, мы даже успели их сломать и заново отлить. Мы уложили грунт, весной мы положим газон и уже будет какой-то ландшафт. Сейчас ведем часовую отделку. Мы проведем вас, покажем, что у нас получилось. Сделаем такой небольшой экскурс по дому. Но, уверяю вас, это был очень непростой, очень интересный, очень запоминающийся год, потому что мы его будем помнить все. Вся страна, буду помнить я, потому что в этом году у меня родилась дочь. Если мы были бы с вами на шоу голоса, я бы сказал, команду набрал. Это мой шестой ребенок, третья девочка, 3 плюс 3. Теперь нужно поселить всех их здесь, чтобы было комфортно, счастливо и сделать дом для моей большой семьи. О, момент истины. Бум-бум-бум. Заходите. Я всегда представляю своих людей, которые у меня работают, потому что самое главное в моей компании, ну, это, конечно, то, что мы делаем и люди, которые это все делают. Вот Раджаб, это бригадир. Это золотой человек. Огромное спасибо за все это, потому что человек, который делает не просто работу, но и делает так, что приятно на это смотреть. Поэтому окружают нас только такие люди. Других у нас просто в компании нет. Поэтому ему я в лице всем людям, которые принимают участие в отделке моего дома, я хочу, чтобы он передал им огромный привет и огромное спасибо, но ты крут, ты крут. В деревянном доме самое главное и самое менее приятное и самое затратное это сделать коммуникацию. Но сейчас мы подготовили дом к самому приятному. То есть каждым днем мы будем шлифовать стены, покрывать их краской. Мы провели все коммуникации. Мы залили все полы, эти полы высохли, мы залили теплые полы, мы сделали все потолки, развели кондиционирование, развели вентиляцию, развели отопление, сделать теплый пункт. Даже сейчас на улице отрицать там минус 10 где-то работает один маленький котел и здесь плюсовая температура, хотя дом большой. Это вот самое сложное. Сейчас начнется, наверное, со следующей недели самое приятное. Мы уберемся, начнем чистить, красить и мы будем видеть, какой он будет. Начнем плитку укладывать. Но мы сделали самое важное. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Так немножко еще раз расскажу о характеристиках дома. Ну, идемте. Вот здесь буду жить я. Пойдемте. Я люблю тамбуры. Здесь будет тамбур, где будет стоять, вот кстати, смотрите, кондиционирование. Казалось бы, самое противное в кондиционере это система дренажа. Вот так оно сделано. Здесь будет стоять шкаф, он закроет всю эту историю. Но мы будем иметь доступ и проблем с переножем кондиционеров у нас не будет. Мы здесь сделали только потолки и все коммуникации. Ну вот, пока так. Мы же купили плиточку. Смотрите, мы сделали все в туалете, то есть останется только положить плитку. Мы развели коммуникации, электрику. Кстати, такой житейский вопрос, но достаточно важный. За этой стеной у меня была гардеробная. Так как у меня родилась дочка, мы с женой принадлежение сделали там комнату для няни из гардеробной. Так как здесь туалет, через стену жилое помещение, знаете, это не очень, наверное, правильно. И я сделал многослойную систему звукоизоляции. Могу вам сказать, я ее проверял. Работает. Здесь 5 слоев. Кирпич, звукоизоляция, кирпич. Ну, чтобы сделать комфортное пребывание. Видите, да, сколько труб, да, сколько это, это целое там гигантское количество труб идет для того, чтобы здесь было комфортно проживать. Ну, скоро мы начнем это все закрывать плиточкой, гидроизоляцией и будет лялечка. Ну, идем все. Маленький экскурс. Электрический щиток первого этажа, да, чтобы было понятно количество проводов, которые подходят. Видите, сколько проводов нужно смонтировать только на первый этаж. А это комната Масяня. Маленький, красивый, девчонок. Вот она такая большая, светлая. Здесь тоже сейчас идет такие отделочные работы усиленные. Идемте. Безкотельная. Сейчас мы тут включим свет. Ну, тоже это в такой стадии работы. Уж первое мы монтировали в начале все, что касается тепла. Вот висит котел. Он 10 киловатт. Сейчас он включен где-то на 6 или на 8, не знаю. Вот он весь, греет весь этот дом. Хотя на улице минус 10. Вот это вот щиток. Это уже первый, второй этаж свет. Ну, и низковольтные дела. То есть то, что мы будем сейчас заканчивать делать. Вот видите, сколько труб. Это все приточная вытяжная вентиляция. Без нее, честно говоря, наверняка. Ну, и влажность подымет, и воздух очистит. Ну, хочется сделать. Вот. А тут я буду собачки ноги мыть. Там пока еще секретная информация. Там пока ничего нет. Вот собачка буду сходить. У меня есть такая собака резиншнауцерка, мухнорылая. Вот он здесь будет мутным. Это вот та гардеробная, которую мне отобрали в связи с рождением моей дочки. Вот такая, видите, две стены сделали. Сделали такую систему звукоизоляции. Вот теперь можно там, кстати, хоть взрывать, ничего не слышно. Ну, была, кстати, хорошая бы гардеробная. Отобрали. Вот так. Идемте дальше. Ну, это постирочный туалет. Вот здесь тоже, кстати, очень видно, как делаются стаканчики. Да, такие, видите, из кирпичика выложили все. Ванна, душевая. Потом мы все это будем отделывать. Очень интересно потом показать, как из этого вот непонятные вещи превращаются в красивые, замечательные штуки. Очень люблю свою работу. Очень. Ну, на второй этаж я вас не потащу. Это опасно для здоровья. Там еще не все полы сделаны. Мы это сделаем чуть позже. Потому что сейчас там идет укладка теплоизоляции. Мы укладываем фанеру, проклеиваем. Очень сложная работа на каких-то комнатах. Это сделано, на каких-то нет. Поэтому мы затравочку такую оставим. И как вот второй этаж делался и так далее, мы снимем чуть попозже. Потому что там санузлы. У нас есть такой ноу-хау. Мы заливаем плиту в санузлах. Все спрашивают, как. Вот решил, наверное, открыть секрет небольшой. Ну, по дому вот так. Теперь мы детально покажем вам всякие штучки, какие есть. Будут вопросы, пишите. Мы на них обязательно ответим. Спасибо огромное. Спасибо за интерес к моей компании. Спасибо за интерес к моему дому. Просто спасибо, что вы есть. Потому что без вас все, что я делал, было бы мне абсолютно ни к чему. Мне нужна обратная связь. Поэтому вам хорошего Нового года. Вам пережить вот этот год, который високосный. Здоровье вашим семьям. Чтобы вас никто не заболел. Я вам уверяю, год пройдет и все пройдет. И будем вспоминать это. Но оно нас сдружило. Мы стали понимать цену жизни. Поэтому всех вас с Новым Годом. Стоп. Флопушка. Камера. Продолжение следует. Как же. Субтитры подогнал «Симон»